Бупаром назвал следующего соперника для чемпиона Артура Бетербеева. Им станет 31-летний китаец Мэн Фан Лун. Фан Лун наиболее известен в своей победе над Фрэнком Бульоне и является обязательным претендентом на один из титулов Артура. Поединок пройдет в начале 2020 года в Китае, канун китайского Нового года. Чемпион WBA в полтяжелом весе Дмитрий Бивол проанализировал обвинительный поединок Александр Гозик Артур Бетербеев. Бетербеев показал, что может работать хладнокровно и что хорошо готов функционально. Гозик начал неплохо, были задумки нейтрализовать правую руку Бетербеева и в середине боя даже показалось, что Бетербеев устал. Однако несколько серьезных ударов по корпусу нанесли серьезный ущерб Гвоздику. Конечно, из желания подраться, тот факт, что у него теперь два пояса будет подкупать меня. Хороший бой, они так рискованно боксировали, что многие бойцы так не выступают сейчас. Сегодня Гвоздик отвечал сопернику не так, как он это делает обычно в боях, но конечно он был заметен в ринге до того момента, как утратил возможность наносить ответ на удары. Бетербеев физически очень силен, у него очень сильный удар, с ним тяжело тягаться в полутяжелом весе. Джамал Херинг, Бетербеев пёс. Клареса Шилдс, ударная мощь решает. Калеб Троа, Тедди не дал Гвоздику никаких поблажек, его избили в девятом-десятом раунде, это был адский бой. Дерьмо высокого уровня, поздравляю обоих парней. Шакур Стивенссон, кондиции также имеют значение и чувак больше устал, чем был потрясен. Джесси Варгас, Гвоздик не сдался в своем углу, дайте парню немного уважения, он проявил большую смелость. Джулиан Уильямс, Бетербеев выглядел намного сильнее физически, чем Гвоздик, он работает из клинча, а рефери не дает им это сделать. И пока все говорят о том, что Бетербеев робот правый хук по корпусу измотал Гвоздика, и он вот-вот остановится. А на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok